Александр Маховиков и Елена Калитиевская, и Данила Клумов, и Вова Кулешов. И также я внутри разговаривал с коллегами равными себе. Разговаривал, слава Богу, не только в голове, разговаривал и в реальности снаружи с Елизаветой. И замечал, что очень важно, что разговариваю в том числе с теми людьми, которые учатся у меня. И это были их вопросы, это были их сомнения по поводу моих слов. И это было тоже ценным для меня. И вот, наверное, если с актуальности начать, то на первый взгляд может быть странным, что в рамках гештальтерапии мы говорим об идентичности. Почему странным? Потому что традиционно, ну так считается, что гештальтерапия задается вопросом как? То есть мы ищем глаголы. Кто это делает? Кто хочет? Кто сидит? Кто волнуется? Это тоже ведь важные вопросы, потому что без ответа на вопрос «кто?» Невозможно определить тот уникальный способ удовлетворения потребности, который есть за моим желанием. И идентичность, она состоит из двух частей, очень важных в своем соединении. Одна неотъемлема часть от другой. С одной стороны, это знание о себе, но такое формальное. Я мужчина, у меня есть фамилия, есть имя. Я гештальтерапевт. Я там доктор в отставке, например. А с другой стороны, есть переживание этого знания. И переживание отвечается от просто формального знания этого факта о себе. В этом смысле у идентичности есть важная характеристика. Ее невозможно найти, как потерянные кем-то 10 гривен. Она скорее созревает в нас. Ну, например, я вот один раз в жизни всего лишь увлеченно так на лошади покатался. И мне вроде так, ну, воспоминания хорошие, вот помню, это такое возбуждение телесное. Но вообще этот факт не делает меня всадником. Если я когда-нибудь найду на это время, увлекусь этим, буду много сил в это вкладывать, это может стать моей идентичностью. То есть я буду переживать это. И переживание своей идентичности — это такое осознанное эмоциональное состояние, как событие своей жизни. Такое событие внутреннего мира. Когда, соответственно, то, кто я, я могу переживать и наедине сам с собой, и в отношениях. И идентичность очень тесно связана с понятием авторства своей жизни. Ну, потому что, когда мы рождаемся, нам очень много рассказывают разные фигуры о том, кто мы. Ну, сначала это могут быть родители или лица там их заменяющие. Да, затем наши учителя. Ну, потом там начальник, может быть. Потом политики какие-нибудь могут про это рассказывать. Но в рамках психотерапии мы неизбежно сталкиваемся с этим вопросом. А как я являюсь автором своей жизни? Ну, вот, я, например, когда эту тему впервые, ну, так рассматривал, как про неё рассказывать, ну, вот задавался вопросом, а какие же функции, зачем нам наша идентичность? Ну, казалось бы, вроде и, может, без неё можно. И у идентичности на самом деле есть функции. Идентичность, если я идентифицирую себя с этой группой людей, даёт мне все те ресурсы, все те права, которые есть в этой группе. Ну, какие-то простые примеры актуальные для нас в рамках интенсива. Ну, например, если я клиент на интенсиве и отношусь к группе клиентов, это даёт мне, ну, такие важные права. Ну, соответственно, пользоваться индивидуальной терапией ежедневно. Что ещё? Ну, на группах работать. Если я терапевт, ну, то, соответственно, у меня есть право на поддержку коллегиального в виде супервизии. Ну, если я принадлежу к этой группе людей, соответственно, те ресурсы, которые есть в этой стае, в группе, они тоже мои. И одновременно принадлежность к группе людей, хотя идентичностей может быть несколько, я могу быть, ну, одновременно мужчиной, гештальтерапевтом, сыном, отцом, братом. Ну, как в той шутке, что, может быть, одновременно у человека и сифилис, и поколейная лавочка. Одно не отменяет другого. Но, соответственно, если я принадлежу к какой-то группе, это одновременно моя принадлежность имеет ограничения. Ну, то есть, получается, если я выбираю сейчас вот эту, ну, активизировать идентичность лектора, и вот мы оба с Лизой здесь рассказываем вам что-то, то вот наша идентичность как слушателя, получается, ну, так не работает. У меня все в порядке, я с ней сейчас. Вот. Ну, и на наш взгляд говорить об идентичности можно только, ну, соответственно, в связи с таким понятием, как и аутентичность. Да, да. Я вот чуть-чуть еще скажу к тому, о чем ты говоришь. Вот получается, что, ну, так, Женя больше к идентичности такой профессиональной обращается сейчас, ну, потому что мы же с вами на интенсиве, ну, и раз лекцию слушаем, то серьезным делом, значит, занимаемся. Но это все появляется гораздо позже. Изначально мы же вот, ну, как человеческий детеныш рождаемся в каких-то условиях. И, в общем-то, кроме того, что Женя уже говорил, на что мы опираемся, когда у нас складывается представление о том, кто я такой, у нас есть еще, ну, какие-то врожденные особенности по типу нервной системы, например, которые, ну, являются, ну, некоторой данностью. Ну, вот кто, там, учился академической психологии или сейчас, если вы получаете это образование, вы помните, наверное, там, из курса общей психологии, что важно было запомнить, что, например, темперамент это то, с чем человек рождается, и то, что с ним остается навсегда, а характер это то, что формируется. И получается, что то, какова у нас особенность нашей нервной системы, сильно влияет на то, каким мы будем человеком, независимо от того, в каких условиях нас воспитывают, кто нас воспитывает, какие требования к нам выдвигают. И в этом плане получается, ну, иногда такая сложность, если, например, ребенок оказался, ну, родился таким сильным типом нервной системы, и он такой активный и требует очень много к нему внимания и проявления, ну, какой-то, каких-то действий, а мама у него при этом совсем другого типа женщина, то вот у них такая трудность возникает во взаимодействии, потому что она хотела бы от него, ну, какое-то спокойствие, регулярного сна, чтобы он ее, ну, как-то не трогал определенные часы в ее расписании, она от этого очень сильно нервничает и требует, чтобы он был каким-то, ну, каким-то специальным подходящим для нее. Вот у меня есть одна клиентка, у которой двое детей, ну, и у них маленькая разница, они еще маленькие совсем, и вот она, старшего сына, который первый и очень активный, ну, жалуется на него постоянно, говорит, что он ей жизни не дает, а второй, ну, такой хорошенький, ладненький, спокойный, спит сколько надо, часов ест тогда, когда она готова его покормить, ну, в общем, все благополучно, потому что второй на нее больше похож, а первый на мужа, и в этом смысле требования как будто у нее одно и то же из себя исходит, а данные совсем другие, и это, ну, самое первое, с чем мы можем сталкиваться, ну, в своей жизни, когда нужно это соответствие находить. Ну, да, это вот хорошо, что на мужа похож все-таки, я не в этом смысле, я в том смысле, что есть на кого опираться этому мальчику, потому что, ну, получается, если, ну, он единственный такой активный, получается, в семье, то это как вот одесский ребенок в семье из Прибалтики, ну, сложный ему так. и вот тогда получается, что если вот этот одесский ребенок родился в семье из Прибалтики, то он во многом может оказаться неудобен, ну, и как-то не вписываться в те стандарты, нормы, правила поведения, которые, ну, привычны этой семье или этой паре, у которой он родился, и тогда, ну, в течение жизни и в процессе воспитания к нему выдвигаются определенные, ну, требования и ограничения в которые ему приходится помещаться для того, чтобы, ну, очень грубо скажу, оставаться принадлежным этой семье. И он, ну, как-то старается, сдерживается, как может. Ну, разные же способы есть. Вы знаете, сами ходили в детский сад и в школу, и дети ваши там находят специальные методы, как в рамки поставить. Вот. И у нас даже здесь, кстати, тоже на себе все вполне переживают. Ну, заданность определенных ограничений, с которыми нам нужно как-то мириться. Кто-то к этому, ну, так нормально относится, а для кого-то это, ну, невыносимые требования, и поэтому из ушей там пар идет периодически. Вот. Если мы говорим об идентичности, то мы тем самым можем себе, ну, если вот так коротенько совсем, это то, как мы отвечаем себе на вопрос, кто я, когда мы говорим о том, как мы себя переживаем, и что у нас там есть внутри, ну, грубо говоря, какие-то, ну, какое-то эмоциональное состояние, какое-то истинное наше чувствование себя, то тогда мы говорим об аутентичности. В каком-то смысле можно сказать, что, ну, она является, ну, чем-то таким, что подпитывает, ну, ополочку, которая формируется в среде. То есть среда задает границы, через которые мы понимаем, что нам можно, какими мы оказываемся, но это не означает, что куда-то девается вот это наше нутро. И в силу того, что мы существа социальные, и постоянно нам приходится оказываться в отношениях, ну, кому-то приходится, кому-то это нравится, кто-то к этому стремится, находясь в отношениях с другими людьми, мы постоянно должны осуществлять, ну, в каком-то смысле вот этот выбор, ну, то ли я буду действовать, исходя из аутентичности, ну, то есть, может быть, вы знаете такое понятие, знаете такое понятие конгруентность, да, когда то, как я выгляжу, то, как я говорю, то, каким я оказываюсь в диалоге с другим, соответствует моему внутреннему состоянию, или наоборот, когда я очень сильно стараюсь, например, не показать свои переживания, это уже там, исходя из разных всяких причин, то вроде бы я улыбаюсь, но выглядит это как аскал, ну, или пытаюсь быть по отношению к другому человеку жестким, потому что он меня сейчас разозлил, а на самом деле очень люблю его, боюсь, что он куда-нибудь от меня денется, там, испытываю к нему много каких-то приятных переживаний, ну, и тогда мой внешний вид и там подача, которую я даю, она тоже, ну, такая, очень неоднозначная, это вот можно наблюдать у мам с детьми, когда ребенок напакостил что-то, и оно с одной стороны, ну, мило так, но и вредно, ну, то, что он сделал, и у родителя такой конфликт, с одной стороны, ему нужно нагонять дать ребеночку, чтобы он, ну, больше вот эти две спицы в розетку не совал, а с другой стороны, то, с каким пиететом он это делает, ну, может вызывать умиление, ну, и поэтому, ну, выбор, быть аутентичным в этот момент или идентичным своей роли, это вот, ну, всегда такой труд внутренний, который мы вынуждены делать, каждый раз, сталкиваясь с другим человеком. Да, вот в каком-то смысле, мне кажется, справедлива такая метафора для соотношения идентичности и аутентичности, ну, что идентичность это такой набор стройматериалов, ресурсов, которые есть у меня, а аутентичность это тот дом или тот интерьер, если хотите, который я создаю вот в своей жизни. Можно быстренько еще? Вот тоже про вот этого одесского мальчика и какую-то семью, да, это вот не обязательно же, что соотношение такое удачно и очевидно складывается, когда там один ребенок на одного родителя похож по поведению другой на другого, например, есть просто какое-то, ну, правило в семье, ну, которое там передается из одного поколения в другое, ну, например, что когда мужчина приходит с работы, он очень уставший, его трогать нельзя, с ним взаимодействовать нельзя, вопросов никаких не задавать, еду подал, банду повязать надо еще. Это вот как ты любишь, я не знаю. Ну, и в общем, допустим, если жена ведет себя таким образом со своим мужем, а это наблюдает там их маленькая дочка, то в нее складывается представление, что именно, ну, таким образом нужно обращаться с мужчиной, вот лучше с ним вообще ни в какое взаимодействие не вступать, а ей, например, очень хочется, ну, потому что, ну, там, у нее есть интерес, у нее есть нужда, потребность, и когда ее постоянно осаживают, ну, в этой интенции приближаться, ну, как-то хотеть там играть или о чем-то спрашивать, о чем-то разговаривать, то у нее формируется, ну, тоже такое, как бы, знание, то, что встраивается в ее систему представлений, там, о мире, об отношениях, что, ну, лучше не приближаться, мама рулает постоянно, когда папа дергаешь, ну, и у нее, соответственно, в течение, как бы, жизни и собственных отношений появляется очень похожий способ, и то, что голод этот сохраняется, ну, начинает, как бы, ну, в каком-то смысле забываться, а действия, ну, становятся соответствующими тем требованиям, которые выдвигает среда. Ну, и в психотерапии мы, получается, это очень часто обнаруживаем, когда действия, которые мы совершаем, может быть, в группах это по себе чувствуете, они вроде бы, ну, все вот по правилам, ну, то, что Женя говорила, если я клиент, да, то я имею право на что-то и как-то себя вести, но что-то не попускает, ну, а не попускает именно потому, что желание и нужда одна, а способ и действие, которые мы выбираем для того, чтобы, ну, нас как-то не отвергли, он этому не соответствует, ну, и тогда мы разбираемся с тем, как этому, ну, баланс какой-то найти. Да, и вот выбор какого-то несоответствующего способа может быть связан с тем, что, ну, какое-то знание у меня о себе, ну, такое ложное. Ну, как-то представить себе, многие же, наверное, здесь присутствующие видели этот мультфильм, мне кажется, с очень терапевтическим примером, «Ледниковый период», я уж не помню, первая часть или вторая там, когда жила Мамонтиха, ну, большая, крупная, сильная, и, ну, переживала себя она как апоссум. Ну, и чего, она жила точно так же, пыталась свою, ну, большую заднюю часть тела водрузить на ветку, как-то в маленькую пещеру себя, ну, так, засунуть пещеру, ну, разрушалась от этого. Ну, апоссумы как-то принимали ее при этом, потому что, ну, она рядом с ними, ну, вырастала, но при этом жить ей было как-то достаточно неудобно. И в этом смысле, мне кажется, что идентичность у нее, ну, такая ложная была, а выборы, как раз, она делала аутентичные, это и ложная идентичность. Вот, еще, ну, относительно выборов, которые связаны с нашей аутентичностью, мне кажется, что, терапевт все время находится в точке, когда выбирает, насколько ему быть громким в своей аутентичности. Ну, что я имею в виду? Терапевт точно, ну, гештальтерапия является ценностью, конгруентность терапевта, ну, со своим состоянием, со своим опытом. Но, вот, каждый раз важно задаваться вопросом, ну, рассказывает ли вот это, то, что со мной сейчас происходит клиенту, или нет? И, ну, делать эту интервенцию или нет? Появляться на этой самой границе контакта или нет? И мне кажется, что здесь есть такие три очень важных вопроса, которые важно себе задать перед тем, как что-то сказать клиенту. Это, как это сказать? Когда это сказать? И, кому это сейчас нужно? Это нужно мне или это нужно клиенту? профессиональной части аутентичности. Да, но вот как-то, не знаю, мне так звучит, когда ты об этом говоришь, ну, что нужно быть очень внимательным к тому, чтобы не сказать лишнего. Может, это я так воспринимаю твой текст. а я думаю, что важно и быть в этом смысле, ну, таким, ну, что ли, вот, аутентичным или откровенным или щедрым, потому что терапевты, они же из клиентов появляются, и это не означает, что, если мы находимся в позиции, в роли терапевта, что у нас нет собственных, ну, каких-то сложностей с тем, чтобы позволить себе, ну, определенные переживания по отношению к клиенту или какое-то к тому отношение, ну, и тогда отказываясь от того, что для нас, ну, если я терапевт, и если я считаю, что мне не подобающе вести себя определенным образом, то я могу, ну, это очень сильно блокировать, а клиенты, они же такие чувствительные люди, они как раз приходят за тем, ну, в чем нуждаются, и что может очень совпадать с той сложностью, которая есть внутри у нас, поэтому, кроме того, что вот эти вот вопросы важны, ну, как, ну, такая опора, ну, или то, что нам помогает, ну, что ли такая эта система координат, кроме того, что их важно, ну, иметь себе в виду, нужно брать себе еще время, то, чтобы это хорошо взвесить, потому что иногда, конечно, удержаться от того, чтобы не сказать клиенту что-то лишнее важно, а иногда важно рискнуть и не оставить при себе то, что на самом деле ну, очень было бы ценно для того, чтобы поддержать какой-то процесс, который происходит у клиента, который случился между нами, ну, не знаю, у меня бывают, как у всех нормальных людей, такие ситуации, когда я очень долго, ну, выбираю, говорить ли мне о нежности к клиенту, который, ну, например, в нашем взаимодействии, ну, так, достаточно жесткий или отстраненный, и для того, чтобы, ну, кроме того, чтобы это просто формально услышал, он мог бы этим как-то пользоваться и мог бы как-то присвоить, что, вообще-то, ну, к нему и вот такие чувства рождаются, важно все-таки этим поделиться, но, в принципе, мы вот все время, пока учимся, ну, пока обучаемся психотерапии, мне кажется, мы настраиваем, ну, вот этот вот процесс, ну, как такой музыкальный инструмент, который, в общем-то, нуждается в постоянном, ну, внимании, специальном отношении для того, чтобы, ну, мелодия звучала как следует. Вот, у Евгения просто есть план, и он ему следует. Я же тоже, я же, мы же вместе. Сейчас. Ну, не знаю, как будто бы важно сказать, мне кажется, мы об этом уже говорим, ну, отдельным вопросом таким. Мы вчера, когда обсуждали, выделяли вопрос о формировании идентичности. Мне кажется, это уже звучит, что хотим мы того или нет, те люди, с которыми мы оказываемся большую часть в своей жизни с самого рождения, ну, они как бы своими вот такими образами встраиваются в наш внутренний мир, в нашу психику. и даже если у нас есть, ну, какое-то такое, ясно для нас негативное отношение к тому поведению, которое было свойственно там, нашим папе или маме, мы все равно остаемся их детьми. Вот это прикольное, потому что вчера у меня как раз выходной было много всяких разговоров о своих родителях, там, о своем отце с подругой. И, в общем-то, я понимаю, что мое, ну, в течение всей моей жизни всякие разные там у меня к нему были чувства, переживания и отношения, мое восприятие его менялось. И, в общем-то, я думаю, что это в том числе и благодаря психотерапии. Ну, потому что если есть, ну, какая-то, опять же, заданная идея взрослыми там, да, у ребенка, что папа у тебя вот такое или мама у тебя вот такая, ну, или там какие-нибудь еще прекрасные родственники осуждают там или, наоборот, как-то восхищаются сильно какими-то формами поведения. И у ребенка тогда очень, ну, диапазон выбора, ну, маленький. А в психотерапии нам удается, если мы, ну, как-то очень отвергали или, ну, осуждали или относились, ну, достаточно, ну, так, категорично к кому-то из своих близких, кто вел себя вообще неподобающим образом, психотерапия позволяет нам как-то достраивать те недостающие детали, которые в этих отношениях тоже случались, ну, и которые позволяют свою, ну, принадлежность к этой семье, к этому родителю, ну, там, к родителю своего пола или противоположного как-то чувствовать. И, в общем-то, с одной стороны, я вот думаю иногда, ну, у всех случаются такие моменты в нашей профессии, когда появляются некоторые сомнения, а вот это точно работает, вот эта вот психотерапия, это вот, ну, то, что правда, ну, как-то смысл имеет, ну, там, не обманываю ли я себя, что это полезно, там, для моего клиента или вообще это вот серьезная деятельность или нет. Надо было заниматься преподаванием, и вот это вот, ну, зачем странности какие-то, тем более, если в окружении остается по-прежнему много людей, которые, ну, для которых не ясно, чем мы тут занимаемся, вот, то оно как-то поддерживает вот эти кризисные моменты. Ну, я думаю, что это, ну, с одной стороны, люди, которые в психотерапию не попадают, они прям счастливые такие. Ну, им не надо вот это проходить через этот путь, преодолевать вот эти вот все круги осознаваний и формировать у себя какой-то новый опыт. С другой стороны, ну, так, сочувственно им иногда, потому что у них есть стабильное восприятие, там, окружение себя, отношений и так далее, и за рамки, ну, вот этих границ они выйти не могут, потому что, ну, границы — это важно. То, что нам в процессе формирования нашей, скажу слово «личность» всё-таки, «личность», ну, там, «элемент личности», даётся, это ограничение, в общем-то. Ну, как должно быть, как не должно быть, ну, что можно, что нельзя, что принято, что не принято. И это важно в начале жизни, на этапе формирования, ну, там, психики нашей, ну, личности вообще, потому что, если у нас этих границ нет, то нам очень сложно. Ну, вот, если бы я, например, живя здесь, думала, что я живу одновременно и вот там, и вот там, и вот здесь мои вещи, и вот здесь, и я могу, вот, приходила бы я, например, на группу вот там у озера или как этот водоём называется, садилась бы и ждала, ну, что такое, где люди. Ну, они же тут где-то, в Затоке же интенсив, да? Ну, вот их достаточно. Ну, если у меня как-то плохо с тем, где эти мои границы, то я, ну, могу делать такие странные вещи, ну, в которых, мне кажется, что мир должен, ну, как-то подстраиваться под меня. А если мне, ну, у меня всё чётко с этим, я знаю, там место и время, в котором мне нужно оказаться, то тогда, ну, вот этих вот сложных переживаний со мной явно меньше будет случаться. Вот. Соответственно, процесс созревания идентичности очень связан с ориентировкой в той иерархии, в которой я живу. Ну, что имеется в виду? Важно привести несколько примеров. С одной стороны, вот, может, профессиональных, а с другой стороны, каких-то семейных, человеческих таких. Ну, например, если есть у меня коллега, который учился на несколько поколений программах обучающих, раньше, чем я, ну, и практика его складывается так, что, ну, работает он только с четырьмя клиентами и никогда не берёт в терапию больше. А я там, ну, пытаюсь его всё время догнать. Ну, работаю, 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 завидую я как-то тому, что он, ну, хорошо это делает. И, в каком-то смысле, ну, объём наращивать могу большой достаточно, но при этом он всегда останется коллегой, который старше, чем я. он всегда будет на вот эти четыре года, там, которые между нами, более опытным гештальтерапевтом, чем я. Это такая, ну, что ли, как, по-моему, Саша, так Маховиков говорил, преждерождённость. Ну, когда эти люди появились вот в этом сообществе, в этой стае раньше, чем я, и эта дельта всегда будет между нами. Ну, соответственно, это же мы наблюдаем, ну, в рамках семей. Да, ну, я никогда не обгоню своего отца, ну, потому что между нами всегда будет это поколение. И, в общем-то, могу ориентироваться, ну, в мире, только если я, ну, как-то эту сетку координат вертикальных и горизонтальных связей, ну, замечаю, что есть, соответственно, ну, мужчины, которые старше меня, есть, есть, которые равны мне, есть, те, которые чуть-чуть старше, есть, те, которые чуть-чуть младше, есть, совсем младше. и для того, чтобы моя идентичность формировалась, мне нужно в этой сетке очень здорово ориентироваться. И вот здесь очень важный тезис, мне кажется, что занять свое место, ну, например, мужчины, или стать отцом, можно только, если я переживаю себя как сына. Ну, вот здесь как раз важен смысл переживания. Не знаю, что я сын, вот этого, ну, и там дальше у вас у всех свои эпитеты. Не просто я знаю про это отчество у меня такое, а я прям это переживаю. Ну, что значит переживаю? Это значит, что я свободен в выражении амбивалентных чувств по отношению к этому мужчине. Ну, то есть, свободен как в выражении этих чувств, так и вне выражения этих чувств. Ну, в эмпатии к нему. Ну, когда я признаю его, ну, какое-то очень важное для меня несовершенство и сохраняю отношения с ним. И, если устанавливается такая система свободного как выражения, так и не выражения амбивалентных переживаний к отцовской фигуре, тогда это открывает для меня ресурсы сиблингов, ресурсы равных. Ну, соответственно, открывает для меня, ну, такой мир равных мне мужчин. Есть такой, ну, мне кажется, распространенный миф в психотерапии, что, ну, вот мужскую идентичность, ну, вот только-только с мужчиной можно обрести, а женскую только-только с женщиной. Ну, и это в каком-то смысле так, но мне кажется, что только в каком-то смысле. Потому что, ну, вот, если так в метафоре говорить, то вот когда-то я у Оли Кобзарь эту метафору услышал, и мне кажется, она очень удачная, что в том, ну, аттестате, который мы получаем, выходя из подросткового кризиса, есть две подписи. Ну, если я юноша, который выхожу из подросткового кризиса, там первая подпись папина, но без второй он не действителен, это подпись мамы. Вот, да, пока ты говорил, я помнила, что я хочу сказать. Сейчас, вот, а, вот я не знаю, сейчас, когда мы, у нас-то встроено там, это в голове, это мы сверили вчера, что, когда мы говорим об идентичности, мы всегда говорим все равно о каком-то процессе, мы не говорим о том, что, ну, это такое, вот, про аттестат, ты сказала, я подумала, что важные тоже мысли, что, ну, недостаточно, вот, он важен, он базовый, но его недостаточно. Тоже, я думаю, вы в курсе же, что мы считаем, ну, так возрастной психологии принято, ну, и вообще, что идентичность у нас оказывается сформирована, и после прохождения, проживания подросткового кризиса. Ну, то есть, грубо говоря, ну, даже на государственном уровне паспорт выдается, ну, тогда, когда вот этот период жизни, да, уже пройден. Понятное дело, что там государственные органы не сильно волнуют, как это внутри, ну, в общем, раньше вот этих вот, ну, возможностей или прав не появляется у человека, потому что ему нужно, ну, как-то психологически вот это вот все пройти, эти сложные этапы в развитии, собственно, нам и, ну, с какого-то момента начать, там, юридическом, правовом смысле за себя отвечать. Ну, то же самое и в психологическом тоже, то есть, мы, ну, как бы, условно говоря, знаем, что, когда ребенок там, ну, ну, независимо от того, как видоизменяется система образования, когда он заканчивает школу, вроде как, у него появляется возможность самостоятельно выбрать, кем он будет, ну, дальше, да, в какой там, вот, будет университет поступать или какую профессию себе выбирать или вообще никакую не будет выбирать, но, опять же, в зависимости от того, как устроено в той или иной семейной системе, там уже по-разному повезет, кому-то родители выберут, да, кому-то еще какие-нибудь близкие люди, а кто-то, наоборот, окажется очень сильно в одиночестве и вынужден будет, ну, самостоятельно искать себя. Вот у меня есть одна молодая девушка в клиентах, которой уже 20, она все никак не может решить, в каком же ей высшем учебном заведении учиться. И для ее мамы ей уже 20, а она никак. Вот. А так для меня она приходит, рассказывает, что она там после 9 класса пошла вот в такое-то училище, получила вот такое вот среднее специальное образование, а теперь пошла в один университет и бросила его после первой сессии, потом пошла в другой и бросила его после второй сессии. Все потому, что никак не может решить ей все-таки, ну, в какую профессию, чем ей хочется заниматься, ну, каким она хочет быть специалистом. В общем-то, в процессе работы выясняется то, что очень неудобно для ее мамы, но очень аутентично ей. Она не понимает, кем она хочет быть сейчас в этой точке жизни. Ей нужно для этого еще время. Но она будет еще как-то определяться. Но мама в этом смысле молодец, потому что она ей не говорит, что ты можешь вот тут телепаться сколько хочешь, вот как решишь, тогда и будешь. Она говорит, ну, тогда тебе, наверное, работать как-то придется, ну, чтобы, вот, пока ты самоопределяешься, у тебя была возможность, ну, как-то становиться самостоятельной. Ну, и тогда у, ну, этой молодой девушки появляется другая задача. Ну, чем она будет заниматься еще, кроме того, чтобы находиться в мыслях о том, ну, какую профессию выбрать и каким специалистом становиться. Но это не означает, что после того, как это с ней произойдет, ее идентичность, ну, там, профессиональная будет сформирована раз и навсегда. Ну, у нас в сообществе достаточно много людей, и я думаю, многие среди вас те, кто перепрофилировались и на самом деле имеют другие всякие варианты образований базовых, а потом выбирают и становятся психологами и психотерапевтами. Ну, и поэтому идентичность это, ну, такой динамический как бы процесс. Это то, что, ну, меняется и с вызовом извне, ну, постоянно требует от нас каких-то усилий вот этой ориентировки на внутреннее состояние, на то, что появляется в среде, то, что она нам может предложить для того, чтобы определиться, кто я в данной точке своей жизни. И хорошо, когда у нас есть стабильные идентичности, которые мы не подвергаем сомнению, да, там, мужчина я или женщина, сколько мне лет, как меня зовут, это же и имена сейчас модно менять. но в любом случае, чтобы были какие-то базовые вещи, на которые мы опираемся для того, чтобы у нас появлялась возможность переживать различные кризисы идентичности, которые вообще случатся с нами обязательно в течение жизни. И это вот хорошо, потому что нам важно для того, чтобы чувствовать себя какими-то сбалансированными, быть нерегидными к тому, что задано и чему мы соответствуем, а мочь, ну, как-то творчески, ну, менять что-то, создавать новое в своей жизни. И это каждый раз, ну, новый процесс формирования той или иной идентичности. Ну да, вот мне кажется, что вопрос возраста, он скорее, ну, так, он в том числе и с аутентичностью связан. Ну, например, хорошо бы все-таки периодически сомневаться в том, сколько мне лет, но в каком смысле, пересматривать это раз в какое-то время. Ну, а то я могу так расти, расти, а рубашечку все тоже носить. Ну, рубашечка, понятное дело, это психологическая метафора. Выбирать все-таки способы, ну, подростковые, например, несмотря на то, что у меня же 30, 40, 50. Ну, вот, соответственно, здесь у нас совсем немножко времени осталось. Буквально упомянуть хочется вот на таком процессе, который называется сепарация-индивидуация. Да, ну, вот впервые это понятие было предложено психоаналитиками, Маргарет Малер, в частности, да, для описания того, что происходит с ребенком на ранних этапах своего развития, ну, соответственно, от нуля до трех лет. И эта метафора, она очень, ну, справедлива для того, что происходит с нашей идентичностью на каких-то других этапах, например, в подростковом возрасте, на этапе формирования мужской и женской идентичности. И вот здесь крайне важна идея о связке сепарации-индивидуации. Она прям даже когда описывает, пишет это одним словом через дефис. Ну, индивидуация означает что? Что мне нужно набрать вес для того, чтобы родиться. Да, для того, чтобы, ну, в общем-то, сепарироваться, для того, чтобы обрести идентичность взрослую, мне нужно набрать достаточно, ну, сильный, удельный психологический вес такой. Ну, в общем-то, обнаружить свою отдельность, сохраняя при этом связь, ну, соответственно, с родителями. Вот. И, ну, вот мы, получается, подробно не успеем про мужскую и женскую идентичность отдельно рассказать. Это скорее тезисы просто для размышления. Я помню свою такую обалдевшую впечатлённость. Когда-то Александр Махаляков спросил меня, как ты чувствуешь, что ты мужчина? Ну, вот, Саша многим этот вопрос любил задавать, и я, ну, вот помню, тебе не задавал. Вот. Вот, соответственно, как ты переживаешь, что ты мужчина, ну, если биологию, вынести за скобки, ну, не сравнивать себя, там, в биологическом смысле с женщинами, с другими мужчинами. Я помню, ну, как я переживал этот вопрос, переживал достаточно долго. И получается, что ответ, он такой, из трёх тезисов состоит, да. тезис ориентировки в группе мужской, это, соответственно, ну, такая связь со своими корнями, ну, вот, понимание иерархии, ну, там, соответственно, что мой отец, ну, старше меня, мой младший брат, немножко младше меня, там, мой сын, это следующее поколение, мой дед, это ничего себе, отец моего отца. Вот, ну, такая ориентировка вера. Второй пункт, это, ну, скорее, про мужскую такую одинокость, мне кажется. Вот, Саша это формулировал, как возможность плыть против течения. Ну, в психологическом смысле, ну, оказывать, ну, прилагать усилия по отношению к тем препятствиям, которые есть в этой жизни. Я, ну, в каком-то месте, я очень буквально представлял эту метафору, и мне кажется, что в ней есть такое очень прикольное дополнение, что возможность выбирать, когда плыть против течения, а когда идти под парусом. Ну, когда, соответственно, я могу уважать свое бессилие, и, ну, соответственно, действовать, ну, согласно тех обстоятельств, которые сейчас есть, ну, так, использовать ветер, если метафорически. И третья составляющая часть, это возможность быть опорой для той женщины, которая рядом со мной. Иногда это описывается, ну, вот так, как возможность выдерживать женские аффекты, например. Тоже важное, мне кажется. Вот, и поскольку я могу опираться на Евгения, вот я прям ему доверяю в том, что на этом наша лекция заканчивается. Но я, ну, хотела бы, так, напоследок, вам, наверное, пожелать на начинающуюся трехдневку дать себе возможность, если обнаруживается у вас много, там, всяких переживаний внутри, и даже если они плохо соответствуют тем требованиям и ролям, которые у вас есть, или которые вы, ну, в которых вы уже оказались здесь на интенсиве, иногда давать себе возможность немножко отказаться от роли и прислушаться к тому, что у вас есть внутри, и какие у вас есть переживания, нужды, желания к человеку, который напротив. И тогда, может быть, у вас что-нибудь еще хорошее произойдет. Спасибо вам. Хорошая вам первая встреча.